Насколько меня учили, есть такой момент новолуния. Он точно, до минут все известно. В любом астрономическом календаре показан момент новолуния. И вот там всего три дня, но момент новолуния точно показано. Вот три дня луны нет, но момент указывается точно. Так вот, от этого момента начинается первый лунный день до первого восхода луны. То есть из-за горизонта. Да, это в каждой местности свои расчеты нужны. А там может быть несколько часов. Да, несколько минут первый день может быть. Или несколько часов, неважно. До первого восхода луны. Вот ты вышел, посмотрел, когда у тебя луна восходит, вот это первый лунный день. А второй уже от восхода до восхода идет. То есть после полнолуния и до восхода, то есть это будет шестнадцатый? Нет, полнолуния она как бы проходит, пятнадцатый лунный день он как бы проходит. Пятнадцатый, шестнадцатый, это все равно от восхода до восхода идет. То есть начинается ритм именно от первого дня. А потом вот этот второй лунный день, который идет уже двадцать и двадцать пятый, там он же каждый раз по разному попадает. Почему? От восхода до восхода. То есть фиксирован там будет какой-то определенный лунный день, то есть двадцать и двадцать. В среду был выход, 21 числа был выход. Мы в четверг приехали, а перед этим был выход. Алексей Васильевич, а вот начинать Экадаш вот этот пост когда нужно? После захода Солнца или ориентироваться? Нет, от восхода до восхода Луны. Луна может она и днем взойти, так же? Может быть в полночь, может быть под утро, так же взойти? А днем найти ее? Что? Днем ее не видно. Видно? Ну это, когда новолуние ее не видно, но когда полнолуние или там четверть какая, ее хорошо видно. Днем. Днем видно. А вот момент, скажем, входа в этот однодневный пост и выход, они очень важны? Значит, в Ведах я что находил по этому поводу? Значит, один святой, он очень четко эти соблюдал Экадаши. Но, говорится, не только зерна бобы, где добиты становятся. То есть, если вы хотите на сто процентов использовать Экадаши, то лучше полный пост. Даже пить ничего не стоит. То есть, я стараюсь проводить полный Экадаши. То есть, ничего не есть, ничего не пить. И очень важен именно момент входа, а еще важен момент выхода из всего этого. То есть, настолько это важно, что, как бы историю такую читал в Ведах. Значит, к одному брахману, значит, приезжает, значит, Раджан, ну как бы, правитель этой земли. То есть, почетный гост такой. И он его там встречает, проводит его в дом. Ну, все как полагается. Потому что на брахмане они очень осознавали, что именно соблюдение этикета и взаимодействие с людьми очень важно. Чтобы не накормовать. Чтобы не карма, не векарма было. Чтобы была карма, нужно все по правилам делать. И вот он, когда его привел в дом, то нужно же гостя накормить там. А он по времени выход из Экадаши. А как бы еще не собрали, на стол не собрали, а у него уже вот пик-пик, уже минута подходит. И вот он перед выбором, перед таким. Если я сейчас выйду из Экадыша, что-нибудь съел, то получается это грех тайноедения. Есть такой грех, когда ты там втихаря от кого-то там ешь, то это очень плохо. И он говорит, я же грех совершу. Даже если я кусочек сейчас съел, то у меня гостя в доме, такой почетный гостя, а я вот так поступлю. Это очень греховная реакция. Не выйти, я дал обет, что я буду соблюдать Экадыша. Тоже нарушать нельзя, это тоже. И что же делать в этой ситуации? И он думает, ну наверное, я не согрешу, если я глоток воды сделаю. Как бы вроде бы я ничего не ел, но Экадыша-то я выйду, потому что он на сухом голодании там. И он, значит, делает глоток воды. Вернее, по-моему, там три глотка воды нужно было сделать, чтобы выйти из Экадыша. Эти три глотка воды сделал и пошел уже там все в гости обслуживать его. А так как Раджа был настоящий, то они же должны владеть телепатией. И он быстро его прочитал, что он без него сделал три глотка воды. И он ему претензию. Как так, вот я пришел тебе в гости, а ты втихаря без меня, значит, тайноеденем занимаешься. И претензию ему такую. И тут разборка эта выходит, ну как на копном праве, собирается мудрецы и начинает судить. Насколько он греховный поступок совершил. То есть какое наказание он должен понести. И вообще было ли это преступление. То есть это пришлось собирать целый консилиум мудрецов, чтобы разрешить этот спор между этим Брахманом и Раджой. Из-за трех глотков воды. Представляете, насколько это этикет был нарушен. Он рискнул нарушить этикет, чтобы выйти. Важно? То есть Брахманы же просто так бы не занимаются бы там. Чем закончился? Да это не важно. Это уже мы говорим об этикетах. Вопрос ставился на насколько важен момент входа и момент выхода. Вот я просто как бы привожу пример. То есть что это крайне важно. Алексей Васильевич, а вот именно эти дни икадыши. Чем они так благоприятны? Что в эти дни? Почему нужно воздерживаться от пищи? От зерновых, от бобовых. Если полный голод. В чем смысл здесь? Что происходит? Значит, все наше тело состоит из шефа. Да? Мы разбирались. Они постоянно на нас пашут, работают. Мы заставляем переваривать пищу, усваивать, то есть энергетику. А как вы думаете, вот если вы хозяин вот этого предприятия целого, надо своим подчиненным хотя бы выходные давать? Или пусть они круглый год 24 часа в сутки пашут? Или все-таки выходные все-таки дать, чтобы они получше работали? Чтобы они могли справиться со своими внутренними проблемами какими-то. У каждого есть там своя семья, свои дела, а также им тоже как бы свою жизнь личную нужно швести. И вот хороший организатор, он говорит, нет, моим подчиненным необходимо проблемы свои решить. Тогда они еще лучше на меня работают. Так же? И вот как раз и Кадыша мы им даем такое увольнение. Почему же там описывается, чтобы в этот день, допустим, больше дорог давать, еще что-то помочь? Если давать, то можно, ну там, полный. Мы же не используем их, они не пашут у нас. Предприятие перестало работать. Так же? Они начинают уборкой там заниматься, шлаки вывозят, там всякий мусор. Так же? Очищают территорию. На самом деле их внутренняя работа это тоже на нас работа. Только не для меня, а они делают так, чтобы лучше свою работу делать. То есть, ну мы говорим так, что устраиваем субботник. Так же? И они занимаются этим. А я уже могу чем угодно заниматься, не используя мощность своего предприятия. Вот так понятно будет? Алексей Васильевич, еще дополнение можно? Вопрос точнее. Вот я слышал о том, что в этот день много негативной энергии распространяется. Как бы вот еще вот такой момент. Это действительно так? Да, это считается не очень благоприятные дни. То есть, говорят, что зернобобовые вообще становятся ядовитые. И тот, кто употребляет зернобобовые, начинает болеть, страдать. Потому что их вибрации, они разрушительными становятся. Хотя они не становятся ядовитыми, но их вибрации, засоединясь из космоса, это тоже шарка. И они разрушительно будут влиять на человека. И поэтому можно питаться только не зернобобовыми. Все остальное допустимо. То есть, можно семя, молочные продукты, мед, фрукты, овощи. Только зерно нельзя. Семя можно. Например, гречка – это семя. Гречку можно использовать. А зерно уже нельзя использовать. И что тут еще? Такой момент. Так еще говорится. Тот, кто соблюдает Экадыш, то есть спастится. Тот никогда не будет голодать. Такой момент еще я нашел. То есть, нам выдано определенное количество продуктов на свою жизнь. Ну, например, там выделено, будем говорить, 100 тонн продуктов. Ни больше, ни меньше. Вот это наша доля на нашу жизнь. Но по карме у нас еще бывают периоды, где нет продуктов, голода. Так же? Вот эти дни как бы вычитываются. То есть, не положено тебе. Будешь голодать. Можешь год, может два, может три. Голод. Ну, в стране начинается. Значит, ты будешь голодать. А если мы Экадыши соблюдаем, то в этот день я должен был есть. Продукты выделены. Пайка. А мы эту пайку не использовали. Значит, куда эта пайка будет перенести? Это запас. Именно в тот день, когда мы должны голодать, а у нас еда будет. А когда еды нет, то это называется беда. Так же? Без еды. Это беда. Потому что беды не было, нужно, значит, стратегические запасы делать. И эти запасы как раз и будут еще хорошие. А. 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 А.